Кузаменские пески, или самая северная пустыня, как их ошибочно называют, одно из чудес Кольского полуострова. Популярно место отдыха не только среди приезжих туристов, но и для наших жителей. Однако посещают Терский берег не только с целью полюбоваться необычным явлением. Не первый год в Кузамене высаживается экодесант. Его задача – остановить разрушительное движение песков. Это чудо природы – явление далеко не природное. Образовались пески в результате антропогенного воздействия человека еще в XIX веке. С тех пор естественного возобновления хвойных пород на поверхности песчаного массива не происходит. Разные опыты проводились, придумывались разные методики, но проблема оставалась нерешенной. Пески наступали и продолжают двигаться по сей день. И природоохранные организации решили внести свою лепту, поучаствовать в этом процессе. Тем более, что все течет, появляются новые технологии какие-то. Кольский центр охраны дикой природы участвует в мероприятиях по остановке распространения песков второй год подряд. Выполнять миссию по озеленению взрослым активно помогают местные дети. Давайте посмотрим, как вы сажаете. В этом году с помощью подростков специалистам удалось высадить около гектара леса. Это 10 тысяч саженцев. Плюс изменилась технология посадки. Мы применили полимер, гидроудерживающий полимер Аквасорб. Задача сохранения влаги в почве – это такая задача очень серьезная. Сами понимаете, в песках вода уходит очень быстро. Пообщавшись с коллегами и лесниками, мы решили, что есть смысл попробовать использовать этот полимер для наших древесных питомцев. Очередная попытка по восстановлению флоры в Кузамине состоялась. О ее результатах можно будет судить позже. Кстати, около 80% посаженных в прошлом году деревцов прижились и успешно перезимовали. Так, глядишь стараниями активистов, Кузаминь когда-нибудь снова превратится в Еловый мыс. Именно так переводится название поморского села. А пока борьба с песком и его разрушительными последствиями продолжается.